Здравствуйте, друзья! Сегодняшний ролик будет посвящен заселению маточного поголовья червей-старателей в вермикомпостер для переработки пищевых отходов в домашних условиях. Поможет нам в этом ролике Ольга, мы отослали ей маточное поголовье червей калифорнийских, она заселяет в вермикомпостер, и маточное поголовье червей-старателей она заселяет в садовый компостер. Это мы покажем, соответственно, в отдельном ролике. Она все это засняла, поместила у себя на канале. Мы в согласовании с ней взяли этот видеоролик и показываю его для вас. Если хотите посмотреть в оригинале, как поместила этот видеоматериал Ольга у себя, заходите в описании, и там, соответственно, ссылочка на данный материал. А сейчас мы смотрим заселение маточного поголовья калифорнийских червей в вермикомпостер. Приятного просмотра! Ребята, вообще очень-очень неожиданно произошла доставка последнего ингредиента. Для моего счастья, так скажем, да? Мы ждали вообще еще дня через 2-3, но, слава богу, вермикомпостеры привезли утром, а наши новые питомцы приехали к нам уже сегодня вечером. В общем, я получила 2 посылочки от ИП Ткаченко. Это обалденный блогер Андрей Ткаченко. Они с братом Александром снимают очень классные видео. У них огромная червиферма. Можно ли назвать ее червифермой? По выращиванию старателей, дендробены, калифорнийских червей. То есть у них там целое направление видео просто балдежное. Вот я как только попала на первый их ролик, подсела на их канал, постоянно его смотрела. И, собственно, вот из-за этого и пришла ко мне идея приобрести вермикомпостер, приобрести садовые компостеры и в итоге приобрести червей. Я здесь немножечко посылку одну приоткрыла, потому что как только мы приехали, первое, что я сказала, это надо срочно открыть и посмотреть, доехали ли они в целости и все ли с ними хорошо. Вот, сейчас я покажу вам, что мы получили. Так, здесь наши новые питомцы. Я вот один пакетик открыла, потому что когда мы взяли коробку, то один из пакетов стартового субстрата лежал сверху. Видимо, их немножко так потрясло там в транспортной компании. Мы быстрее открыли один мешочек с калифорнийскими червями. Смотрите, какие они красивые. Я без перчаток не буду трогать, сейчас побегу за перчатками. В общем, мы заказали один килограмм калифорнийских червей для вермикомпостера. Основывались мы тем, что калифорнийские черви переносят более высокие температуры, они быстро плодятся, быстро перерабатывают органику. То есть, в принципе, для домашнего вермикомпостирования они идеальны. Но в нашей климатической зоне навряд ли они бы смогли существовать на улице, потому что при сильном понижении температуры они, скорее всего, погибнут. Но на этот случай мы приобрели один килограмм червей старателей. Черви старатели отличаются тем, что они более медленно размножаются, чуть-чуть медленнее растут. Но при этом они очень хорошо переносят именно пониженные температуры. То есть, они не погибают, они просто очень сильно замедляются. В итоге они уходят на глубину, скатываются там в клубочки и спокойно себе зимуют. То есть, мы вот такой нашли альтернативу. Конечно же, мне с выбором червей помог Андрей, я ему написала, мы с ним созвонились. Человек просто вот балдежный. Ну, правда, я не знаю, можно ли такое говорить. Но он настолько увлекательно рассказывает о своих червях, он настолько увлекательно рассказывает о их разведении, о том, как можно это делать. Они производят с вами вермикомпостеры, кучу всего. И я вот настолько заслушалась, что сама захотела это попробовать. Канал так и называется Андрей Ткаченко. Ссылочку на их канал я обязательно оставлю внизу в описании под этим видео. Переходите, посмотрите. Даже если вы не планируете там заводить себе червеферму, там разводить как-то там для продажи или еще что-то. Просто посмотрите, как они классно рассказывают о компостировании. Как они классно рассказывают о своих коробах, в которых они делают компост. Вообще просто о содержании червей, о кормлении. Блин, ну это просто кладезь знаний. Мне безумно понравилось. Я на самом деле, вы знаете меня уже много лет. Вы знаете, что я в принципе не рекламирую чужие каналы, как бы не сторонница этого. Но это правда очень классный канал. Я смотрю очень мало видео в интернете. И такие целевые какие-то ролики мои, которые мне необходимы, когда я просматриваю, меня мало кто так цепляет. Андрей с Александром зацепили меня. И я прям вот в омут с головы, наверное, неделю сидела и сутками смотрела их видео. Классные очень, очень увлекательные. Собственно, что у нас было в посылках. Давайте, наверное, раскроем вторую коробочку и посмотрим все, что мы получили. Первое, что я хотела бы отметить, это креативность Андрея. Все коробки приехали вот с такими надписями, на которых написано, что это блогеру канала «Мой домик в деревне». Теперь, наверное, все в транспортной компании знают о существовании моего канала. Жалко, что там нет QR-кода, который можно сфотографировать и подписаться. Вот, здесь вы видите, что написано ИП Ткаченко и написан номер телефона. Кому интересно, запишите, но я обязательно для вас оставлю ссылочку в описании. И вы сможете перейти на канал, там все-все контакты есть. Почему я, собственно, взяла эту коробку? Я вам хочу показать, насколько четко и вообще здорово ребята подошли к упаковке червей. Я, когда мы общались, я очень сильно переживала, что они не доедут до нас, что с ними что-то случится, еще что-то. И вот посмотрите, ребята, что сделали. Они сделали стенки, коробки из пенополистирола, чтобы все было четко, чтобы червячки не замерзли, не упрелись, не пересохли, потому что мы не думали, что их довезут настолько. Вот, ребята из DPD, вам тоже огромное спасибо, потому что таких быстрых доставок я еще не видела. Вы такие огромные молодцы, потому что бывает такое, что ждешь доставки неделями, а здесь буквально за несколько дней, вот вам прям вот браво. Вот, довезли все в целости и сохранности, мы даже сами не ждали, даже сам Андрей говорил, что это 3-4 дня минимум, вот, но получилось у нас гораздо короче срок доставки. Посмотрите, коробочка какая, она вся утепленная, она вся замечательно исполнена, поэтому червячки приехали полностью в целости и сохранности, все с ними отлично. Так, эту коробочку я уберу. Я взяла еще одну коробочку, здесь у меня лежат червячки, мы их пока уберем в сторону, я вам обязательно их покажу, мы с вами на них посмотрим. Вот, но я хочу показать вам, что еще нам прислали. Нам прислали стартовый субстрат, потому что мы долго разговаривали с Андреем на тему... Эльза, не ешь червячков. Мы долго разговаривали с Андреем на тему того, что я не знаю, какой подобрать торф, я боюсь, что они будут болеть. Ну, вы же меня знаете, какая дотошная, я вот сама есть не сяду, пока всех зверюшек не покормлю, пока каждого не поглажу. Я червей не воспринимаю как... как червей. Я червей воспринимаю как своих новых питомцев, о которых нужно заботиться. Они, в свою очередь, будут мне дарить чудеснейший биогумус. Кстати, о нем мы сейчас тоже поговорим. В общем, Андрей выслал мне вот такой стартовый субстрат. Это субстрат, в котором у них черви живут на их ферме. Они к нему адаптированы, приучены, то есть стресса у них не будет. И после того, как мы их пересадим в этот субстрат, червей можно будет кормить сразу же, в первый же день. И также еще для образца того, что мы получим после нашего вермикомпостирования, Андрей выслал мне несколько пакетов с биогумусом, с готовым, уже отсеянным, чистейшим биогумусом. Мы с вами обязательно его используем при посадке цветочных культур в вазоны для открытого грунта. Это просто кладезь макро-микроэлементов. Это просто самое лучшее удобрение, которое только можно себе представить. Андрей называет червей не просто черви, не как-то там их по породам называют. Он называет их ангелой земли. Это правда на самом деле так, потому что более правильного сбалансированного субстрата, который делают черви, невозможно достичь путем, не знаю, какого-то культивирования ручного или еще чем-то. Они настолько гармонично все делают, они создают такую обалденную микрофлору вокруг себя, что этот субстрат это просто что-то фантастическое растение. Мне кажется, никаких удобрений не нужно, если использовать подобный биогумус. Я также знаю, что на нем очень хорошо растут и огородные культуры. И может быть, если у нас останется лишний биогумус, то мы на нем что-нибудь посадим для эксперимента. Посадим в контрольное растение и в него. Короче, в общем, не буду забегать вперед. Видео я совершенно не о биогумусе, о нем попозже. А мы посмотрим, что здесь есть. Итак, еще один стартовый, еще один стартовый, еще один стартовый. Все вот эти 4 пакета с тем, что я уже убрала, с стартового субстрата у нас пойдут в первый поддон нашего вермикомпостера, в котором будут жить черви. И также точно здесь у нас 4 пакета с вермикомпостером, то есть с биогумусом. Отлично! Все, убираем все в сторону. И сейчас с вами будем оборудовать новый домик для наших червячков. Ну что, мы начинаем заселение нашего вермикомпостера. И первое, что нужно сделать, это самый нижний лоток. Нужно застелить, либо кто-то картоном застилает, но лучше всего застелить его тончайшим лутросилом. У меня здесь панбонд плотностью 17 мг. Я взяла большущий кусок, мы сейчас все застелим, а потом я просто ножничками аккуратно все обрежу. Это для того, чтобы наш вермичай, который будет образовываться на дне вермикомпостера, был без примесей и был чистым. После всего, как мы проведем весь этот цикл, я сам лоток застелю уже под все лотки укрывной материал. Сейчас делаем так, чтобы у нас ничего не просыпалось. Берем стартовый субстрат для червей. Здесь стартовый субстрат, насколько мне известно, на основе торфа. Торф здесь с отличным... С учетом того, что у дождевых червей нет зубов, им необходимы какие-то грубые частицы для переваривания пищи. Они живут так же, как и наши курочки. У них же тоже нет зубов. Они закидывают зерно, в желудок также набирают камушки, песочек, любые твердые частицы, и они у них перетирают пищу. Так же самое и у червей. Черви будут кушать не только то, что мы им будем давать, но и будут кушать сам этот торф, и за счет того, что он с грубыми частицами, все будет у них перевариваться хорошо. Я здесь вижу даже песочек есть. Тоже поможет им. Грунт, кстати, влажный. Видите? Держит форму. Я думаю, что его даже увлажнять не нужно будет, потому что он прекрасно держит форму. Может быть, мы слегка сверху так сбрызнем, чтобы легче было червячкам расползаться. Так, я взяла цивилизатор. Мы сейчас увлажним субстрат. И будем с вами как-то аккуратненько перекладывать червячков, потому что я пыталась их сейчас как-то там руками вошкать. Они очень сильно травмируются. Да, я сейчас именно так и сделаю. И все, и нет проблем. Наших калифорнийских красавчиков вы их сейчас не видите. Господи, бедняжечки. Аккуратненько приходят все вот в таких плотных мешках. Смотри, какие они классные. Все нет, тому больше не осталось. А то помрет еще какой-нибудь в мешке в пусту. Посмотрите, какие они красивые. Червячков трогаем только в перчатках. Соблюдаем стерильность. О, божечки мои, я боюсь их травмировать. Я боюсь их порвать банально. Посмотрите, какое чудо. Съешь одного 100 рублей, да? Сам ешь. Я здесь дам. Они, знаешь, сколько стоят? Есть их за 100 рублей. 200. Смотрите, какие они красивые. Меня предупреждали, что они после доставки будут не очень активны, потому что стресс все-таки. Но как только они обживутся, вы посмотрите, какие-то аллигаторы огромные. Смотрите. Смотрите, какой длинный червяк. Обалдеть. Смотрите. Он живой? А, живой он шевелится. Они просто немного замученные, немножечко бедные. Стрессанули они. Капитально, конечно, они стрессанули. Слушай, а я немного насыпаю. Где здесь эти стойки-то держательные такие были где-то? Вот они там. Наверное, многое насыпало. У тебя здесь ровно крышка будет. А, точно. Она же здесь крышка, если все не заберет. Вот какой жирненький. Красавчик. Вот так поменьше немножечко. Хорошенькие. Я хочу вот так вот более или менее равномерно как-то распределить все по всей поверхности. Они сейчас начнут закапываться. Боже мой, я так боюсь их прогревать. Да не трогай, они сейчас закапаются. А, потом распределим. Смотри, какие живчики. Давайте, давайте. Они боятся света. Они сейчас начнут все прятаться, уползать. Поэтому они, собственно, на дне пакета все и были. Ребят, надо им срочно придумать какое-то прозвище. Ангелы Земли-то мы уж их не назовем, потому что это занято. Надо каждого по имени налогово. Да, до такого гениального названия червей-то я, наверное, бы и не догадалась. Так что пишите в комментарии, как мы будем называть наших домашних червячков и как будем называть червячков, которые живут в компостере на улице. Кстати, мы их сейчас тоже пойдем заселять. Я еще вот так сверху чуть-чуть их увлажню. Такие раз, все вздрогнули сами. Чуть-чуть увлажню, чтобы они более комфортно себя чувствовали. Потому что влажность у них должна быть процентов под 80, а то и под 90. Вот так. Ну все, я сейчас их пока прикрою специальным одеялом. Вот таким вот войлочным одеялом, которое шло у нас в комплекте, прикрою их, чтобы они там успокоились все. Мы их сейчас накроем крышкой. И я обрежу аккуратно вот этот вот укровной материал. И пока они там осваиваются, мы пойдем заселим с вами старателей на постоянное место, на ПМЖ, на постоянное место жительства. Вот, а потом вернемся сюда и посмотрим, что здесь происходит. И заодно проведем первое кормление. Ну что у нас здесь? Они не хотят расползаться, смотри, им хорошо. Но мы тогда не будем их особо здесь вот тревожить. Мы сейчас их просто покормим, потому что черви нуждаются в кормлении. Вот. Я приготовила здесь порцию корма. Единственное, что я рассчитывала на то, что черви придут чуточку позже, и еда лучше ферментируется. Вам, если интересно, то я расскажу, как я делаю данный процесс, как я ферментирую еду для червячков. Вот мы с вами обязательно поснимаем прям целый цикл приготовления. Тут еще толком ничего и не ферментировалось у нас, видите. Мы немножечко им сейчас дадим покушать. В принципе, здесь все довольно-таки стерильное. Здесь очистки от картофеля, видите. Вот что значит, они у нас были подготовлены и немного ферментированы. Они вот такие мягкие стали. Останется одна пленочка от них. Если выкладывать прям свежие отходы бытовые, прям сразу же, то черви будут очень долго есть. Вот. А нам надо, чтобы они быстро все перерабатывали. Поэтому есть специальный способ подготовки готовых отходов. Вот так мы равномерно, собственно, накрываем их с этой вкуснотой и накроем крышкой. Остальное дадим им в другой раз, потому что я хочу, чтобы оно здесь получше подготовилось. Ну все, что, не лазаем уже, не трогаем, накрываем крышкой. Сейчас мы их перенесем на постоянное место жительства. И я покажу вам их в следующий раз, во время следующего кормления. Но перед этим мы с вами подготовим порцию вкусного корма. В общем, вот такие у нас новые приключения, новый этап жизни. Теперь мы будем заниматься еще и выращиванием своих собственных червей, которые будут дарить нам чудесный биогумус. Об этом, обо всем мы с вами будем теперь снимать постоянно. Отдельной веткой пущу эти видео. Назовем плейлист как-нибудь, не знаю, компостеры, вермикомпостеры или что-то в этом роде. Будем снимать отдельные видео. Я буду за ними наблюдать, буду показывать вам их. Я думаю, что многим моим любимым садоводам и огородникам эта тема будет очень интересна. Ну что, Андрей и Александр, еще раз вам огромное спасибо. Червячки прекрасно выглядят, они все живенькие, классные. Для всех моих подписчиков, кому будет интересна эта тема, кому действительно очень интересно природное земледелие, огород без химии и все прочее, переходите по ссылке внизу в описании под этим видео на канал Андрея. Он рассказывает там очень много интересных вещей. Я думаю, что вам понравится. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Вот такой вот был объемный подарок от меня семьи лично на юбилей. Компостеры, вермикомпостер, червячки. И теперь я буду увлекаться этим, наблюдать за ними, получать от этого огромное удовольствие, а еще и пользу. Ну а я с вами ненадолго прощаюсь. Всех люблю, целую, до скорых встреч. Всем хорошего настроения и пышного цветения. Пока-пока.